Анатолий Некрасов. «Пробуждение женщины». 17 мудрых уроков счастья и любви. Самый первый отзыв. Еще на черновик книги. Анатолий Александрович, вот это преображение женщины! «Восхищаюсь вашим мастерством. Ваша героиня удивительно раскрылась, и это за такое короткое время. Низкий вам поклон, ведь все мы, женщины, одно. Помогая одной, вы помогаете всем нам. Благодарю. Я поражена тем, как эта прекрасная женщина смогла построить глубокие отношения со своей душой и благодаря этому честно взглянуть на себя, на те свои стороны, на которые отказывалась смотреть десятки лет, как она сумела прочувствовать все свои состояния, чувства и честно о них заявить, а главное, смогла взять на себя ответственность за свою жизнь. И больше всего меня поразила сила ее желаний. В том возрасте, когда женщинам так тяжело чего-то захотеть, она с такой мощью выпустила в мир образ своей счастливой жизни, свои желания. Это так искренне и вдохновляюще. Этот образ счастливой жизни подхватил меня и унес в мир моей мечты, образы которого были так размыты и неясны. Какой замечательный пример, особенно для тех женщин, кто растерял в пути свои желания и мечты. Конечно, в этом огромная заслуга ее дочери, которая дала маме почувствовать, что такое жить в удовольствии, показала ей уровень достойной жизни. Не на словах, а на деле. Для себя я вынесла несколько важных моментов. Во многом в этой женщине я увидела себя, самоотверженный труд на благо общества во имя спасения планеты. Я, конечно, понемногу выхожу из этого состояния, позволяю себе радости земной жизни и учусь получать от них удовольствие. Но все-таки десять лет аскетичной жизни в духовном улете дают о себе знать. Поэтому пример этой женщины, яркая картинка жизни, описанная ею, показали мне красивую и радостную перспективу. Я почувствовала, что знаю, к чему стремиться и что желать здесь и сейчас. И также я поняла важный момент. Не стоит ждать до шестидесяти лет. Желательно начать прямо сейчас. Ее пример показывает, что никогда не поздно, но чем раньше, тем лучше. Также я увидела, как можно еще помочь маме, дать ей пережить опыт счастливой жизни, дать почувствовать ее телу, какими приятностями можно наполнить существование, чтобы у нее появились желания и мечты. Думаю, что откровение этой женщины может помочь каждой из нас раскрыть свою суть и стать более счастливой. Здесь звучит голос самой женственности. Еще раз сердечно благодарю вас, Анатолий Александрович, за этот уникальный процесс преображения. Мне хочется перечитывать книгу снова и снова. Там такая глубина жизни. С любовью, Наталья Е. Вместо вступления Зачем родилась женщиной? У человека два великих дня в жизни. Когда он родился и когда понял, зачем родился. Марк Твен Многие ли задавали себе вопрос, зачем они родились с женщиной? Конечно, есть такие. А из них многие ли получили верный ответ на этот вопрос? Таких столько, сколько счастливых. Именно так. Я бы не взялся отвечать на этот женский вопрос, хотя знаю ответ, потому что я мужчина. И из уст мужчины, пусть даже мастера, далеко не все женщины готовы услышать ответ на такой важный вопрос. Да и вообще, это не совсем этично, будучи мужчиной, прикасаться к женской сути, если тебя об этом не просят. Поэтому эту книгу мы написали вместе с женщиной. Точнее, писала она, а я ставил вопросы, комментировал, разъяснял. А еще точнее, мы писали эту книгу втроем. Женщина, я и ее душа. И все трое работали над книгой равно. Но так как душа – тонкоматериальная субстанция, слабо проявленная в этом мире, мы ее в авторы не записали. А может быть и стоило бы авторов указать так, Анатолий Некрасов, Людмила Маторина, душа. Я думаю, скоро такое будет возможным и даже станет нормой, потому что душа принимает самое активное участие в рождении и жизни людей, и ей нужно отдавать должное. Знаем мы это или нет, принимаем или нет. От этого зависит глубина отношений с душой, а значит, качество жизни и объем счастья. Потому что то, что будет происходить в книге, реально, основано на жизни конкретной семьи. Даже фамилии главных героев, мастера и женщины, реальны. И время, когда происходили описываемые события, тоже реальное. С декабря 2018 по март 2019. Всего три месяца, но за это время произошли удивительные перемены в женщине, в ее семье и в роду в целом. И книга подробно показывает этот процесс, поэтому каждый может использовать в своей жизни этот опыт. Эта книга – практика преображения женщины из состояния стервы и лошади в состояние счастливой женщины. Реальный факт, простой и понятный. Каждая из вас может повторить этот путь. И это потому, что мы тесно сотрудничали с душой. В первую очередь женщина, но и я тоже. Это позволило объективно смотреть на происходящее, делать мудрые выводы и принимать самые эффективные решения. Поэтому преображение коня в лошадь, а затем в женщину, произошло всего за три месяца. Рекордный срок. Это на фоне большого жизненного пути в 60 лет той, другой жизни, вместе с детством и, как говорят, без отрыва от производства. Да, женщина теперь не скрывает свой возраст. Она гордится им. Потому что в таком возрасте вернуться к своей женской сути и испытать настоящее женское счастье – это дорогого стоит. Вот этим действительно стоит гордиться. Это подвиг. Вы готовы его повторить? Приз – счастье и радость жизни. Очень краткое содержание в трех предложениях. Муж женщины мог уйти из жизни, но его спасла дочь. Муж изменился, женщина – нет. Встал вопрос ухода женщины. Душа пригласила мастера, который и помог перевести жизнь в счастливую реальность. Воскресенье, 2 декабря 2018 года. Первый диалог с душой. Слезы и мечты. Я благодарю тебя, моя душа, за то, что ты снова и снова, через разные ситуации и обстоятельства, пытаешься показать мне мое истинное предназначение. Ты не раз говорила мне об этом словами мастера и не только. Иногда уж совсем явно, когда мужчина подарил мне на 8 марта роскошную бутылку вина в невероятно красивой и исключительно женской по форме упаковке, в форме губной помады. Но вино называлось по-снайперски точно. Стерва. Но все эти знаки, которые ты мне посылаешь, родная моя душа, не оставляют отклика в сердце моем, и я продолжаю жить в бешеном ритме напряженных будней. Прости меня, что смотрю да не вижу, слушаю, но не слышу. И каждый новый день и следующий, и следующий за ним сложились у меня в годы сурка. Я себя успокаиваю тем, что решаю задачи, важные для людей, для нашего района, для столицы, как марафонец, преодолевая год за годом жизненный путь. Но могу ли я сказать, что я счастлива в этой жизненной гонке? Почему все чаще задаюсь вопросом, насколько я хорошая жена, мама, подруга, сестра? Да, хорошей ли я была дочерью? И ответы все чаще отрицательные. Всем вокруг кажется, что я успешная, красивая, жизнерадостная, счастливая, и чтобы соответствовать запросам социума, каждое утро просыпаясь, я надеваю на себя эту маску. И каждый день, общаясь с сотнями людей, транслирую им не мои настоящие ощущения, а только делаю вид, что у меня все камильфо. Для чего? Чтобы соответствовать запросам абсолютно чужих мне людей. Так странно. И если я выхожу в свет такой, какая я есть, без ослепительной улыбки, все недоумевают, что это с ней, не болеет ли она, все ли у нее в порядке дома. Я живу как будто двойной жизнью. Для мира я позиционирую себя классной, суперсовременной женщиной, которой жизнь в кайф. И только оставшись одна, понимаю всю убогость своего существования. Мир в виде мужчин, приятелей, друзей не раз просто дарил мне возможность улучшить мои жилищные условия. Но я упорно делала вид, что у меня и так все прекрасно, я не нуждаюсь в помощи. Ох уж эта гордыня. Душа моя. И снова прости меня, что я не смогла сделать счастливым своего мужчину. Человека, которого я подавляла, не считаясь его мнением, а когда он от отчаяния начинал выпивать, презирала его, озвучивая свои мысли вслух. А ведь он лучше, чем я, добрее, благороднее и наполнен большой любовью. Но почему он так часто меня раздражает? Причем чем больше для меня делает, тем сильнее мое немотивированное раздражение. Может от того, что он масштабнее, толерантнее, талантливее меня. А почему я не чувствую с ним себя счастливой женщиной? А вообще-то женщиной меня можно назвать? Женское счастье может прийти только к женщине. Вот теперь я понимаю, почему я не чувствовала счастья рядом с ним. Я в принципе не могла испытать настоящего счастья. А обвиняла в этом мужа. Однажды на тренинге мастер сказал, «Каждый живет на том уровне, которого он заслуживает». Поначалу все внутри взбунтовалось, воспротивилось. А затем, когда эмоции ушли, пазлы сложились. В 2019 году мне исполнится 60 лет. Я живу в двухкомнатной хрущевке, в доме, которому 65 лет, с облупившимися панелями и комарами в подвале, соседями-маргиналами, которые через день устраивают пьяные дебоши, невольными соучастниками, которых становимся и мы, ведь через стены слышен весь кошмар их, а значит и нашего бытия. А утром, невыспавшаяся, раздраженная, проклиная все на свете, я сажусь за туалетный столик и делаю на лице фейковую маску счастливой женщины. А как же иначе? Требуется соответствовать планке, которую сама себе установила. Многие мои коллеги, которые гораздо моложе, чем я, и занимают менее значимые должности, живут в трехэтажных коттеджах, ездят на джипах, а я, боясь сама себе признаться в серости своего существования, говорю, все это так меркантильно, помещански, и гордо возвращаюсь в свои тридцать шесть квадратных метров с крохотной кухонькой, где давно уже не пахнет пирогами и борщом, потому что я давно перестала готовить, делегируя эту миссию мужчине. Мои попытки сменить жилье всегда упирались в нежелании мужа что-то менять, но сейчас, более глубоко анализируя те ситуации, я понимаю, что и сама внутренняя не была готова к хлопотам с переездом, к ремонтам. Мне же все некогда. Кто же будет тогда по десять-одиннадцать часов ежедневно трудиться на благо Отечества? Я сейчас понимаю и мужа. Почему он так усердно держится за свою хрущевку? Он мне просто не верит, не верит в мою порядочность, честность и любовь. Слишком часто я бросалась нелепыми фразами о его несостоятельности, унижала, много раз уходила, угрожая разводом, да и просто его игнорировала. Поэтому и сидит в нем этот страх потерять то, что по праву наследования принадлежит только ему. Это его точка опоры, а не я. Душа моя, я хочу просить у тебя прощения и за то, что много раз делала виражи не туда, куда ты меня направляла, не научилась разговаривать с тобой, слушать тебя, видеть и распознавать твои знаки. И вот результат. По-настоящему счастливой, радостной, я бываю, когда мы с дочерью отправляемся путешествовать, будь то Питер или Стамбул или Израиль, только там я чувствую себя абсолютно свободной, настоящей, когда просыпаешься утром в состоянии неги и не надеваешь на себя маску деловой женщины. Это состояние полета, моей настоящести, окрыленности, полного кайфа. Я надеваю по-настоящему женские одежды, яркие открытые сарафаны, длинные в пол юбки и не делаю прически. Оказывается, это так классно, ходить простоволосой, с развивающимися на ветру волосами, а не с залакированной головой, уложенный волосок к волоску. И я могу целыми днями ходить в шортах, не привлекая внимания и не изумляя публику, в мокосинах, без каблуков, ненавистных мне, потому что болят суставы, и, к черту, дресс-код. Я кайфую, когда мы обедаем в дорогих ресторанах или маленьких уютных кофейнях, когда качественная еда позволяет насытиться небольшой порцией, когда не нужно, бешено проглатывая обед, бежать на бесчисленные и бессмысленные совещания. Мне нравятся спокойные беседы с дочерью о том, какие у них с мужем планы. Я восхищаюсь их стремлением постигать новые высоты, но сама к этому не стремлюсь. Я хочу постоянно путешествовать. Я обожаю аэропорты, чемоданы на колесах, новые ощущения и впечатления. Я обожаю общаться с людьми, у которых другой менталитет, которые живут по-другому и чьи глаза не зашорены. Меня восхитил Иерусалим с его святыми местами, духовностью, атмосферой невероятного мистицизма. Я люблю Стамбул с его мощеными мостовыми, красивыми, доброжелательными турками, сердечно угощающими ароматным яблоневым чаем. Я обожаю уставшее, полное впечатлений возвращаться в достойный отель, валиться в огромную, по моим меркам, красивую кровать и просто лежать, болтая о том о сём. Моя мечта — побывать в Японии. Я хочу увидеть настоящих гейш, потому что так многому хочу у них научиться, мягкому, вкратчивому тембру голоса, бескомандирских, как у меня, ноток, кошачьей походки, а не маршевы, как у меня, мягкости, улыбчивости, умению по-женски общаться с мужчинами. Написала и подумала, как долго я убивала в себе то, что природой просто по рождению было мне дано, как женщине. Теперь этому надо заново учиться. А как же? Или стерва, или гейша. А то ведь, прощаясь с мастером, я и его по-мужски похлопала по плечу. Я хочу побывать на Байкале и в Париже, и Индии, и Греции, и Венеции, и Китае. Я хочу жить в большом доме, красивом и уютном, обязательно с участком земли, где мой мужчина вырастет мои любимые розы, а урожаем с грядок мы будем угощать наших друзей в уютной беседке в саду. Возможно, там понравится и моим внукам. Они редко бывают у нас. Я ведь не чувствую себя бабушкой. У меня нет желания их потискать, расцеловать, как это делает муж, который еще за неделю до встречи высматривает в веселой стране всякие детские подарки. Мне хочется, чтобы дом наш был полон гостей, хотя сейчас я не люблю принимать у себя, да, собственно, мне и негде. Я вижу себя роскошной женщиной, находящейся в состоянии внутренней гармонии и спокойствия, и дарящей это состояние моему любимому мужчине. Работать я хочу по 3-4 часа в день, занимаясь консультированием менеджеров какой-либо крупной компании в области пиар и пресс-службы, не напрягаясь в удобное для меня время, легко и с радостью, благо приобретенный опыт многотрудной моей деятельности позволит мне это делать в подобном формате.